Здоров, братва! Ну что, китайцы в очередной раз попытались хайпануть и выпустили что-то типа копии нашумевшего флагмана Samsung Galaxy S8. Товарищи из компании BlueBoo даже не думали скрывать факт клонирования и присвоили этой новинке имя S8. Китайские магазины, ссылки на которые есть под этим обзором, сейчас просят за данный смарт примерно 150-160 баксов, но встречаются и предложения по 140. Если вы смотрели мой обзор модели BlueBoo S1, то знаете, что там была масса косяков и недоразумений. Да, компании BlueBoo еще далеко до топовых китайских производителей. Поэтому перед покупкой такого смартфона нужно хорошо взвесить все за и против и, конечно, необходимо посмотреть мой обзор. Впрочем, именно это я и предлагаю вам сейчас сделать. Так, сразу скажу, что у меня на руках инженерная версия от производителя и это указано на пломбе. Но опыт с BlueBoo S1 показал, что первые партии, поступающие в продажу, мало чем отличаются от инженерных образцов. В комплектацию вошли зарядное устройство на 2 А, кабель USB-C, защитная пленка на экран, силиконовый прозрачный бампер, ключик для открытия лотка, руководство пользователя и снова этот переходник с USB-C на аудиоджек, который говорит нам об отсутствии в смартфоне классического аудиоразъема. Не, ну раз уж вы решили сделать клон Galaxy S8, то почему убрали этот разъем? Если уж копируете, то копируете до конца, а так получился какой-то конфуз. У вас? Уст открылся. Спасибо. Теперь сразу насыплю вам основные характеристики, дабы вы имели общее представление о предмете нашего разговора. Дисплей с диагональю 5,7 дюймов, с соотношением сторон 18G9 и не совсем стандартным разрешением 1440 на 720 точек. Процессор MT6750T, 8 ядер с частотой до 1,5 ГГц и графика Mali-T860. 3 ГБ оперативы и накопитель на 32, двойная основная камера с заявленными сенсорами на 13 и на 3 Мп. 5 Мп фронтальная камера, операционка Android 7.0 с интерфейсом 360OS и, конечно же, наличие всех необходимых беспроводных модулей и сканера отпечатков. Ну и батарея на 3450 мА. Согласитесь, с учетом интересного дизайна, за полторы сотни долларов предварительно-предварительно выглядит неплохо. Но давайте посмотрим на сам дизайн, ведь именно он в первую очередь привлекает внимание к этой модели. Да, производитель пытался копировать хитовый Galaxy S8, где-то это получилось, где-то не совсем, имея металлическую раму и, соответственно, металлические торцы. На верхнем торце, как и в Galaxy S8, видим лоток для двух нано-сим-карт, одну из которых можно заменить картой памяти, и здесь же расположен дополнительный микрофон. Снизу порт USB-C, разговорный микрофон и динамик, все точно так же, как у флагмана от Samsung, разве что нет аудиоджека. Кнопка управления громкостью и кнопка питания на левом и на правом торцах, соответственно. Тыльная панель имитирует загнутое на краях стекло, как в некоторых флагманах 2017 года, но это не стекло. Как и в обзоре BlueBoo S1, на протяжении видео я несколько раз процитирую официального представителя компании BlueBoo, который отвечает на вопросы пользователей об этой модели на форуме FOPDA. Вот что он сказал насчет спины смартфона. Нет, это не пластик, но и не металл. Понятие сплав больше подходит. Материал похож на пластик, но гораздо прочнее. Ну как-то так, очень расплывчато и никакой конкретики. Есть четкое понимание данного ситуации и у нас есть, что было, мы об этом говорили. Вот да, именно в стиле Виталика, как будто хотят запутать. В общем, тактильно задник ощущается как пластиковый, но за счет своей текстуры тыльная панель прикольно так играет на свету, и это позволяет смартфону быть похожим на дорогие аппараты. Кстати, помимо синей версии, смарт доступен в золотом и в черном цветах. Камера, двойная вспышка и сканер отпечатков расположены не так, как в Galaxy S8, но в целом стиль сохранен. Фронтальная панель смотрится эффектно, современно и опять же дорого. Конечно, китайцы не смогли полностью скопировать лицо Galaxy S8 с его безграничным экраном. В Blue Boy S8 использовано обычное 2.5D стекло с выраженными скруглениями на торцах и боковые рамочки, естественно, никуда не делись. Верхняя и нижняя рамки очень узкие, а сам экран имеет скругленные углы. В итоге, спереди Blue Boy S8 больше похож не на Galaxy S8, а на LG G6, или же на LG Q6 Alpha, о котором я вам рассказывал. Кому важен индикатор событий, он есть над экраном слева, а кнопки, как вы уже поняли, на экранные. И да, из-за явно скругленного на краях стекла я не вижу смысла использовать пленки или защитные стекла. Ну, сами посмотрите, если мы сюда налепим пленку, то просто-напросто изуродуем симпатичный смарт. А так, он действительно симпатяга, к дизайну у меня вопросов нет, аппарат смотрится намного дороже, чем стоит, да и особых претензий по качеству сборки я предъявить к нему не могу. Несмотря на солидную диагональ экрана, смартфон не ощущается очень большим, его длина 151 мм, ширина 71 мм и толщина примерно 9 мм. Вес равен 199 грамм. Переключим внимание на дисплей, как я уже сказал, он здесь вытянутый с соотношением 18 к 9, такие пропорции сейчас в тренде и китайцы активно этот тренд подхватывают. За последнее время сразу несколько мелких китайских брендов выпустили свои смартфоны с подобными дисплеями. Вот, например, у меня в руках Cubot X18 и его экран имеет аналогичные пропорции, и стоит он всего 120 баксов, но его история будет на канале позже. Итак, заявлена IPS, матрица производства Sharp. При таком разрешении и при такой диагонали плотность пикселей не очень высокая, но никакого дискомфорта в связи с этим я не испытывал, пиксели в глаза не бросаются. Хотя любители выискивать пиксели, конечно, их найдут. В воздушной прослойке под стеклом, естественно, нет, само стекло весьма толстое, олеофобное покрытие на нем отсутствует. Никаких сюрпризов с мультитачем, как в Bluboo S1, здесь нет, сам тач на 5 одновременных касаний. И в целом все как бы и нормально, но вот что-то китайцы намудрились с контрастностью. Дисплей имеет такую особенность. Он автоматически настраивает контрастность в зависимости от освещения. В итоге при дневном освещении черный цвет превращается в серый, и это особенно хорошо заметно при запуске приложений. Для примера, вот так выглядит интерфейс бенчмарка Antutu на экранах других смартфонов. Здесь истинно черный фон. И вот так его отображает экран Bluboo S8 вместо черного фона серый. При просмотре фотографий или видео черный цвет не так явно выцветает, а в некоторых приложениях этот эффект вообще отсутствует. Например, в программе GPS Test черный фон не искажается абсолютно. В общем, китайцы решили внедрить какую-то фишку, но как обычно не довели ее до ума. Ну сделали вы автонастройку контрастности. Хорошо, но дайте пользователю возможность отключить эту хрень. Это же так просто! Но такой возможности тут не предусмотрено. Надеюсь, хотя бы с обновлениями она появится. Раздражает это или нет? Скорее нет, чем да, но это субъективно. Аппаратную часть вы уже видели в характеристиках. Неплохие запасы памяти, процессор бюджетный, но при таком разрешении экрана производительность тут неплохая. Смартфон особо не тупит, не тормозит, работает относительно шустро для такой цены. Любители поиграть тоже смогут реализовать свои желания. Bluboo S8 опять же благодаря невысокому разрешению тянет мобильные танки на полноценных средних настройках графики с FPS от 30 до 50 кадров. На низких настройках вообще все летает. В обзоре модели S1 я приводил цитату представителя Bluboo, где он говорил о том, что над программной частью модели S8 будут работать разработчики 360 OS. Так и есть, оболочка тут совсем не такая, какую мы видели в S1. Так-то оболочка вроде и неплохая, весьма быстрая, симпатичная, перевод на русский практически полный, основные моменты настраиваются, можно перетягивать группы иконок в папках для удобного управления одной рукой и так далее. Но все равно пахнет сыростью. Запашок еще тот. За время тестирования пару раз вылетали некоторые программы, плюс это фигня с автоконтрастностью, а однажды я обнаружил, что смартфон вырубился, не включается и даже не заряжается. Думал уже все, сдох красавец, но нет, подключил его к ПК, зажал кнопки питания и уменьшения громкости одновременно, и спустя несколько секунд он ожил и начал заряжаться. Был разряжен в ноль и запустить его удалось только таким методом. И еще одна фигня, в завершении сканирования антивирусом Dr.Weblight смартфон всегда уходит в перезагрузку, происходит это в тот момент, когда антивирус начинает сканировать системную папку config. Совпадение? Не думаю. Прогон системы антивирусом Касперски выявил две потенциальные угрозы, одна связана с предустановленной темой оформления, вторая с облачным сервисом. Файлы системные и без рут прав их удалить не получится. Представитель Блюбу на этот счет говорит следующее. Это не вирусы, это просто приложение от компании Quiku, которая разрабатывает 360OS. Прошивка пока не пользуется популярностью, и поэтому в базе Касперского просто нет пояснения к этим приложениям. Скорее всего, он видит проблему в том, что эти приложения подключаются к китайским серверам с темами оформления и к облаку. В любом случае, это не вирусы. Кого не устраивает лента новостей, появляющейся при прокрутке рабочих столов, ее можно отключить. Решение есть в теме обсуждения смартфона на FOPDA. Или же можно просто скачать из маркета другой лаунчер. Я ставил Nougat Launcher, все работало без проблем. Обновления системы приходят, это хорошо, и после установки последней обновы, действительно, смартфон стал работать более стабильно, запах сырости уже не такой навязчивый. Да и программы теперь не вылетают. Будем надеяться, что усовершенствование программной части продолжится и в будущем. 4G поддерживается на всех важных для нас частотах. Как звонилка, смарт вполне пригодный, слышимость при разговорах хорошая, разве что хотелось бы чуть более громкий слуховой динамик. Основной динамик слабенький, и звук у него бюджетный, и запас громкости оставляет желать лучшего. В наушниках звучит нормально, по-бюджетному нормально. Проблем с датчиками, как это было в BlueBoo S1, здесь нет. Сенсоры освещения и приближения на месте. Гироскопа нет, GPS в строю, поддержка GLONASS есть. Сканер отпечатков работает заметно лучше, чем в S1. Он далеко не скоростной, но с точностью распознавания у него порядок. Флешка, подключенная через OTG, не определилась. Представитель BlueBoo говорит следующее. OTG поддерживается, просто пока не активирована в ПО. По умолчанию все Type-C поддерживают OTG. Насчет камер, как и в BlueBoo S1, главный сенсор определяется как Sony IMX 135 на 13 Мп. Стоит ли говорить, что система спаренных камер тут бестолковая, как и во всех китайцах третьего эшелона. Размытие фона осуществляется по кругу с помощью примитивного программного фильтра. В целом, качество фото и видео оставляет желать лучшего. Нет, камера не то чтобы ужасна, но за полторы сотни долларов существует огромное количество смартфонов, которые снимают гораздо лучше. Кому нужны исходники, ссылка на них есть под обзором. Проверяем видеосъемку на BlueBoo S8 в условиях улицы и проверяем, естественно, звук при съемке видео. Фронталка такая же, как в S1. Для видеозвонков из самых простых селфи пойдет. Батарея, можно сказать, честная. С учетом погрешности USB-тестера, замер емкости показал цифры, близкие к заявленным. Автономность, конечно, не выдающаяся, я бы сказал, она здесь стандартная, такая средненькая. Тест воспроизведения HD Video Online показал разряд 18% в час. Заряжается BlueBoo S8 примерно за 2 часа. Ток в процессе зарядки держится на уровне 1,6-1,7 А. Итак, что я увидел, протестировав этот инженерный образец? Во-первых, сразу скажу, что BlueBoo S8 получился гораздо удачнее, чем S1, где недочеты были более критичными. Главной особенностью модели, конечно же, является дизайн с закосом под Galaxy S8. Смартфон симпатичный, этого у него не отнять. Но традиционно для BlueBoo и для многих других небольших брендов из Китая не обошлось без программных недоработок. С помощью обновлений ПО такие недочеты реально устраняются, и смартфон за счет этого улучшается, становясь более юзабельным. Вот такой аппаратец получился у BlueBoo на этот раз. А я буду закругляться на сегодня все. Вся остальная инфа есть в описании под видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!